приветствую вас друзья сегодня у нас на обзоре стабилизатор от фирмы сяоми такая вот ручка на которую одевается подвес с камерой от коптера той же фирмы сразу начинаю с того что на пластике уже буквально только руками по другу такой матовый шершавый пластика от которого ну просто пипец грязь от него вся на него идет он вот в таком вот виде здесь заглушечка заглушечку снимаем и сюда уже крепится сам подвес давайте пройдем что он тут у себя представляет как устроен снизу под заглушкой резиновый резьбовое соединение у нас со штативом такая же резьба присутствует сбоку для крепления держателя под смартфон сейчас я вот покажу вот такого вот он формату но это конечно не из комплекта в комплекте его не было за что им ставим жирный минус в общем то вы покупаете вещи готовы ей пользоваться а у вас нету такого вот крепежа под телефоны вам придется его держать в одной руке стабилизатору другой и вы такой красавчик побежали делать съемку это очень неудобно поэтому нужно приобретать вот такую вот штуку она под любой смартфон раздвигается не обязательно такую есть аналоги под стабилизатор осмо ну в принципе из того что я быстро искал возможно еще какие-то там крепление для селфи палок подойдут хотя я не совсем уверен просто в селфи палки вот его можно вот так вот поставить и в общем он будет наверняка вертикально то есть я так подозреваю просто не не сильно этому устроил тему но именно вот это закрепление она не для селфи палки она и если его крепить как бы на селфи палку получается что смартфон заточен просто быть вертикальном положении что неправильно вот а нам нужно именно вот такого формата чтобы выглядел это вот так то есть от селфи палки возможно не подойдет видно видно вроде вот но есть вот такие живот для осмо и просто фирменная она стоит там чудо порядка четырех рублей что есть я нашел за тысячу тысячи с копейками общем ссылку я прикреплю под видео на мой взгляд там не тоже как показал что сделан довольно достойно тоже штука обязательно нужно дальше дальше у нас здесь вот есть две дырочки под крепление шлейки страховочный на кисть руки это очень полезная штука тоже не дай бог вот его уронить подъезд очень хрупкая штука разобьется сразу вот здесь резиновая вставка под пальцы она идет смотрим далее здесь у нас присутствует индикация заряда аккумулятора кратковременное нажатие делаем будто он загорелась уровень заряда можно отслеживать визуально ну либо на смартфоне во время съемки так потом значит нижняя вот эта кнопочка что же мне подумают что я такая свинья вроде руки чистые ну пластик ну чрезвычайно марки это просто жесть просто вот его помасаешь на улице его там летом например когда руки потеют и все такое вот в этих вот щелочках на этих вот штуковинках уже видно но это все будет черная полоса может быть кто-то оценит это как дизайн все вот эти полосочки отметинки мне не очень как бы это нравится бы возможно ее зря сделали просто белый уж у меня есть чем сравнивать вот у меня такой стабилизатор осман конечно покрупнее но он черный понятное дело что он также пачкается ну на нем не видно ладно поехали дальше кнопка включения длительное нажатие и удержание либо включает либо выключает во отличном состоянии кратковременное нажатие этой кнопки включает режим видеозаписи либо ее останавливает кнопочка выше это фото режим делаю фотографии сбоку вот под этой заглушечкой здесь находится микро usb разъем для подзарядки аккумулятора ручки дальше поднимаемся выше вот здесь у нас джойстик который управляет подвесом камеры вверх вниз влево вправо курок для выбора режимов съемки их здесь три и такая горячая клавиша на плюс минус это для корректировки баланса белого во время съемки не знаю зачем они сделали ну может быть иногда это бывает удобно запишем в плюсы так что у нас дальше здесь у нас индикатор режима работы включаем светится синим при записи моргает красным встроенный микрофон полный барахло в принципе она везде такое барахло включает даже осна довольно дорогой аппарат там тоже самое то есть однозначно пользоваться у нас на микрофоном для которого вот у нас на лицевой стороне имеется разъемчик джек так ну в общем ты наверно наверно все давайте попробуем одеть подвес подвес нас одевается только в одном положении два штыречка их одеваем и потом колечко туда поворачиваем по часовой стрелке получается да здесь фиксатор есть вот мы его заворачиваем его щелкает защелкнулся все вы можете быть уверены что у вас это не оторвется и не отлетит так ну в принципе давайте включим немного дальше совсем не видно или камеру повыше немного давайте сделают повыше камеру как мы видим горит синий индикатор который сигнализирует о том что все в порядке обязательно когда вы покупаете коптер его нужно прошить как это делать в общем то это есть в обзорах не буду я сейчас на этом устанавливаться потому что если вы купили коптер пока им не пользуетесь решили сразу снимать на стабилизатор то у вас ничего не получится потому что камера потребует прошивки и пока вы не прошьете она не будет включаться на запись делается это на непосредственно самом коптере так что у нас дальше так по режимам давайте вот я джойстиками погоняю влево вправо вверх вниз в общем ты и все так я пока я выключу забыл совсем сказать сейчас вот посмотрите насколько маленький ход скажем так не очень большой это получается так и раз где-то чуть больше 90 градусов сама камера ходу ли довольно большие здесь вертикальным положение вообще никаких проблем сейчас я вот покажу 8 посмотрите как она крутится практически 360 градусов больше мне кажется что отсутствие таких ходов довольно таки большой минус может быть это кому-то не очень покажется ну для меня во всяком случае это минус чем плюс скорее всего не скорее точно почему потому что например вот какой-то пейзаж и вам нужно сделать сейчас мы и ставим влево вот до упора и начинаем делать плавную проводочку чтобы показать всю красоту этого пейзажа и все бас и она уперлась телу снимите придет придется делать это вот так вот ручками 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 так вот и пошли и показываете вот у минус мне показалось довольно существенным ну когда есть чем сравнивать в общем то как вода ну когда не с чем может быть кто-то и не заметит вот вы камеру вы потревожили покрутили туда-сюда вот вот она сейчас у меня ровно стоит и как бы камера немного бог чтобы вернуть ее в первоначальное положение при включении нажимаем на курок два раза она устанавливается у нас среднее положение то есть чего такой режим мы мы зажимаем курок сейчас давайте на на камеру наверно направлю вот пусть у нас вот камеры которые снимают будет у нас точкой съемки я зажимаю курок и начинаю крутить стабилизатор смотрите в каком бы положении и и даже может быть углы сразу и и вертикальные горизонтальные сразу добавляю то есть камера держит точку съемки очень четко здесь она безукоризненно работает и принципе на осмо точно так же повторюсь вот два нажатия и устанавливает среди центральное положение есть еще одна осмо тройное нажатие включает режим селфи то есть камера разворачивается на 180 градусов и снимает уже непосредственно оператора можно что-то там обратиться к зрителям очень удобно здесь такого нет потому что горизонтальный ход ограничен но тройное нажатие здесь тоже присутствует и она включает вот такой вот режим нажали на три раза видите камера перевернулась вертикально вот она сейчас и можно наклонять ручку уже вот так и делать вот такую вот съемку по горизонту это бывает очень удобно когда допустим вы едете на автомобиле можно выставить руку на улицу и производить уже съемку за бортом либо там допустим там на сноуборде вы катитесь или на доске сейчас вот эти модные электрические как их там забыл называют вот эти доски то с электроприводом скутера то всякие вот на них можно тоже очень удобный такой режим щек тому что ее держать вот вертикально неудобно будет поэтому вот такой вот режим есть нажимаем еще раз три раза и у нас камера возвратится в свое положение так что у нас тут еще 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 у нас есть если мы зажмем курок и кнопку фотосъемки вот она пискнула и все и у нас теперь чтобы мы не трогали какие кнопки не нажимали у нас камеры не включится то есть ну это залочили мы кнопочки и в общем то уже можно без опаски что вы случайно что-то нажмете увлекшись съемкой но допустим вы тоже там на какой-нибудь доске там катитесь или еще на чем-нибудь и чтобы случайно не прервать съемку либо камера у вас там куда-нибудь влево вправо не ушла вот вот такой режим принципе я считаю тоже очень удобный выйди из него также зажимаем двойной описки и все чем она вышла из этого режима так давайте сейчас его для наглядности планшет приготовил сейчас мы посмотрим уже сконектился давайте выйдем чтобы всю процедуру заново пройти приложениями дрон ой маркете она есть так ну здесь вот на выбор либо мы пользуемся дроном надеюсь видно не отсвечивает вот мы убираем стабилизатор здесь написано что значит в настройках телефона вы выберете соединение по вай фай и видите паспорт раз два три 4 5 6 7 8 9 так нажимаем без next у нас выводит настройки вай фай 1 у меня здесь подключена убираем все и пошло соединение при первом подключение приложениями дрон там надо зарегистрироваться очень вести свою почту и тогда ночью там ничего абсолютно хитрого вот мы сейчас видим что что снимает стабилизатор все происходит на планшете вот здесь по режимам режимов на фотоаппарат нажимаем у нас появляется видеокамера то есть это режим видеосъемки вот здесь вот кнопочки это для того чтобы просмотреть записанные файлы нам не нужно и настройки настройки здесь примитивные до безобразия прошивка сможет здесь вот прошить настройки камеры 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 с этим режим пал и нтс и выбираем кому какой нравится кому удобнее не знаю пользуюсь буржуйский так в режиме стабилизатора ручного режима 4к недоступен дефолт пробовал я записывать включаешь его он включается все работает но звук пропадает он идет рывками то есть не полноценная съемка в общем написано дефолт значит дефолт не работает вот есть режим более слабого по моему 27 к у меня на вас называется не помню точно 2 560 на 1440 60 fps ну берем просто максимальный что из этого возможно также есть режимы full hd 160 или 30 кадров в секунду формат изображения 4 на 3 недоступен вот у нас сейчас включен 16 на 9 ну и в общем то есть режим фотосъемки у меня здесь выбран jpeg есть еще возможный вариант jpeg плюс рав вот и кто профессиональные фотографии увлекается но я думаю что тут фотки довольно фуфельные будут судя по разрешению камеры поэтому я считаю что он нафиг не нужно в общем то есть те настройки на осмо если вот просто брать как бы для сравнения там широчайшие настройки по подвесу можно выбрать плавность прохода работы подвеса по камере там и баланс белого вообще очень широкие и резкости и контрастность там можно в широкие очень широкие настройки может быть когда-нибудь здесь тоже появится но не знаю за китайцев я не могу сказать что они там сделают что не сделают ну что есть то есть камера вообще очень примитивная настроек никаких для чайника может быть подойдет или как стабилизатор начального уровня может быть как то так ну это не серьезная игрушка скажем в отличие от диджея и осмо вот и пластик конечно это пипец вот эти все полосочки блин трещинки это все грязью заполнится летом сто процентов и выглядит будет это очень ужасно даже бабушки не надо ходить так все понятно я считаю большой жирный минус всей вот этой конструкции понятно что это у них такой дизайн в белом цвете у сяоми ну блин можно было хотя бы качество пластика какой-то другой сделать ну ладно это не суть лишь бы снимала хорошо но и здесь не очень сильно я уверен настроек камеры нет нормальных опять же почему-то 4к режим недоступен в режиме стабилизатора не знаю как он там на дроне дрон я еще не включал даже не распаковывал вот решил просто с палки начать посмотрим уже основываясь на опыте полученным при съемках осмо ну раз пошло сравнение как говорится режь последний огурец я бы себе такой стабилизатор после осмо покупать бы однозначно не стал потому что это детская игрушка реально фуфил но когда не было на нормальной камере как в воздух все-таки дорогая дорогая штука можно конечно вставить на вторичном рынке поискать там сейчас уже довольно недорого продают вот но если брать новую по осмо конечно запредельно стоит такой вариант просто если вы докупаете дрону как ну имеет право на существование ну хороших результатов с этого не добьешься как это будет лучше чем бегать секшен камеры там которые вот так вот прыгать и трясет однозначно лучше ну в любом случае выбирать как говорится вам нужно она вам или нет сейчас я вот продолжу видео просматривать я вставлю два кусочка я проходил сегодня пешком поснимал посмотреть как он сглаживает колебания шагов колебания тела во время ходьбы и проезд на автомобиле в общем я там ехал на машине у меня на лобовом стекле закреплено крепление для осмо на трех присосках ну может быть видели там кто интересовался вообще покупкой подвеса может быть обращали внимание в аксессуарах осмо он есть тоже не дешевый вариант как бы ну штука очень удобная вот и проехал и по дороге в общем ну в городе табу и раковки не найдешь особо пару раз я там борлющик хорошо цеплял с хорошим креном в общем то посмотрите как она отрабатывает подобные вещи так что смотрим не переключаемся делаем выводы что смог рассказал так что выбирать в итоге вам подписывайтесь на канал понравилось ставьте лайки не понравилось пальцы вниз учете будет поставьте будут вопросы задавайте я еще сам как бы для меня аппарат новый возможно у кого-то что-то там какие-то вопросы возникнут я могу оперативно на это все ответить всем удачи и 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 Продолжение следует...